За этими снимками они поднимались высоко в горы и уезжали на другой конец страны. Все для того, чтобы увидеть, поймать и запечатлеть тот самый момент. Пройдя по выставке, можно почувствовать дыхание севера, насладиться пейзажами Байкала и сонной печуры, познакомиться с семьей медведей и рассмотреть рассвет в капле росы. На этом фото Евгения Полонского, меньше суток назад родившийся, стоящий еще не на окрепших ногах, малыш-сайгачонок. А это уже взрослые сайгаки, водопои рядом с черепом одного из сородичей. На этих снимках, говорит автор, целая жизнь. Снимать их очень сложно. Дело в том, что это настолько чуткое животное. Это настолько животное, которое боится малейшего шороха, малейшего звука. Этот вид, ну как бы, угрожающими темпами он исчезает с лица земли. И если мы не будем заботиться, естественно, о сохранении этого вида, то мы можем, ну, придет такое время, что мы сможем видеть их только на фотоснимках, а не вживую. Фото Евгения Полонского вошли в число 160 лучших из 45 тысяч, присланных на конкурс «Дикая природа», который вот уже третий год подряд проводит российская версия известного журнала National Geographic. Все снимки сделаны в нашей стране профессиональными фотографами. Этот снятый Волгоградским Денисом Богомоловым на перевале Верхний Чигем-Балым, что на Кавказе, признан победителем. Небольшую семейку лис, которые с любопытством смотрят прямо в объектив, фотографу удалось запечатлеть абсолютно случайно. В этом и секрет успеха этой работы, считает главный редактор National Geographic. На финале конкурса встретились с Денисом. Он, да, сказал, что они снимали рекламу автомобилей где-то в горах Кавказа, недалеко отсюда. Ну и потом, когда съемки закончились, он решил просто в округе побродить с камерой. И вот случайно вот этот кадр он сделал, он совершенно не ожидал этой серии снять то, что вряд ли кто-то сможет повторить эту фотографию. Своё путешествие по стране выставка «Дикая природа» начала в декабре в Москве. После яркая коллекция удивительных работ побывала в Санкт-Петербурге, Ставрополе, Севастополе, Владивостоке. Из Сочи экспозиция отправится в другие регионы нашей страны. Инга Габеши, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.